Приветствую вас и начать хотелось бы с того, что вы не написали свой вопрос. Ну, то есть, вы не написали заголовок вопроса, но дальше основной текст вы не написали. Соответственно, нет вопроса, нет конкретного запроса к нам, к специалистам, но я постараюсь вам помочь, исходя из того, что вы уже успели написать, а вы, если хотите, можете вопросы их или дополнить, или написать мне в личку. Хочу предупредить вас сразу о том, что при дополнении вопроса многие эксперты просто-напросто не увидят это, потому что никак это не отображается, что вот ответ на такой-то вопрос там был дополнен. Поэтому, если у вас появится дополнительный вопрос, и вы хотите получить 100% какой-то отклик, то лучше напишите в личку тем экспертом, которые ответят на ваш вопрос. По состоянию на 1426, ни одного ответа на ваш вопрос нет. Соответственно, я думаю, что вы можете написать мне, потому что я, ну, постараюсь вам помочь. Так вы пишите, что вас сбросила девушка, говорит, что скучает по бывшему парню, и вы сказали ей подумать хорошенько, но вам кажется, что она уже все решила. Вы знаете, то, что девочка скучает по бывшему парню, говорит о том, что она сама не уверена в первую очередь в том, чего она хочет от вас и от твоего бывшего парня. Дело в том, что ее скука по нему, ее тоска по нему определяется теми желаниями, которые у нее есть по отношению к нему. То есть она от него, от своего бывшего парня, получала что-то, чего не получает от вас. И именно поэтому она по нему скучает. А от вас она получала чего-то, чего не получает от него. И именно поэтому она с вами была. То есть девушка ориентируется не на вас, не на стремление делать вас счастливым, не на стремление делать счастливым своего бывшего парня даже. Она должна быть счастливой самой. Поэтому она забывает, что для того, чтобы иметь полноценные отношения, нужно для начала удовлетворить все свои желания, связанные лично с собой. И только будучи независимой, будучи удовлетворенной во всем, можно строить независимые полноправные отношения. Но она этого, естественно, не знает. И поэтому пытается за счет вас удовлетворить свои желания. За счет вас, я говорю, это вы личная и бывший ее молодой человек. Соответственно, девочка не определилась. И вы никак не можете ее в этом остановить. Я понимаю ваше желание, чтобы вы сказали ей подумать хорошенько, но она действительно, скорее всего, уже все сшила. Потому что те желания, которые она удовлетворяла бывшим молодым человеком, сейчас, в силу того, что они вышли на передний план, из-за того, что она с вами, она не удовлетворяет все другие желания, они для нее важнее. И она, скорее всего, именно к ним и вернется. Она испытывает к ним тягу. Хорошо это или нет, мы говорить не будем, потому что это не имеет значения. Важно то, что для девушки это важно. И она на них ориентируется. Что вы можете в этой ситуации сделать? Да ничего. Вы можете принять с юмой, вы можете их отпустить. Вы можете дать ей возможность быть счастливой, быть собой. Только так вы можете обеспечить себе, по крайней мере, себе искреннее, безоблачное существование. То есть, если она будет с вами против, допустим, своей воли, то она будет постоянно как бы не до конца с вами. Она будет постоянно как бы, ну, тянуться до другого мужчины, например, вы будете это чувствовать, и вряд ли у вас будет счастье. Поэтому ее нужно допустить, дать ей возможность подумать, она обязательно подумает и решит, с кем ей лучше. И вы сами для себя, если она захочет вернуться, вы сами для себя решите, ну, как бы, ответите на такой вопрос. Вот она искренне с вами хочет быть или нет? Если да, если искренне, то тогда можете ее принять. Но, опять же, что значит, искренне хочет быть с вами? Для чего она хочет быть с вами? Это тоже важный момент. Потому что если она хочет быть с вами и с вами, с силами, вам действительно себя спросить. А вы готовы к тому, что девушка через вас будет удовлетворять свои желания? Не будет стремиться делать счастливым вас? Если да, то все хорошо, пожалуйста. Если нет, то она вам не подходит. И если вы увидите, что девушка нацелена на вас, теперь, друг, ну, что ее желания, они ориентированы на вас. И она теперь всеми силами хочет вас счастливым сделать. Опять-таки, спрашивайте себя, устраивает вас это или нет. Если устраивает, принимаете ее, если нет, то не принимаете. И, на самом деле, все. Нельзя заставить человека сильно быть рядом с кем-то, если он, этот человек, этого не хочет. К сожалению или к счастью, это так. И вам это остается принято. Если вы не можете смириться с тем, что девушка от вас ушла, такое тоже может быть. Если вы чувствуете себя оскорбленным, униженным, униженным, задетым, то постарайтесь понять следующее. Во-первых, вашей вины в том, что девушка ушла, нет. Судя по всему, она сама еще не знает, что хочет, не созрела до конца. Имеется в виду личность, но не созрела. Во-вторых, если вы достуете по ней очень сильно, то значит и у вас были и есть определенные желания, которые вы через нее удовлетворяете. Какие-то желания я оговорить не буду, дабы не сбивать вас. Но если такие желания есть, их они удовлетворят напрямую. То есть для вас справедливо все то, о чем я говорил вначале про девушку. Надеюсь, вы это учтете. Примерно так можно ответить на то, что вы написали. Еще раз повторю, что данный ответ не является окончательным. Вы не дописали в вольнопроте. Полной картины в ситуации у меня нет. Если хотите полную картину, пожалуйста, напишите мне в личку. И попробуем вам помочь. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...